Кто такие дивидендные аристократы и как можно инвестировать деньги в акции таких компаний? Всем привет! Вы смотрите канал InvestFuture и сегодня говорим о дивидендных аристократах, о элите фондового рынка. Ну, небольшое отступление. Напомню, что на акциях мы можем зарабатывать двумя разными способами. Первое – купить дешевле, продать дороже, то есть заработать на изменении котировок и второе – купить акции компании, которые платят солидные дивиденды и таким образом получать регулярный пассивный доход. И, безусловно, для долгосрочного инвестора дивидендная доходность является очень важным фактором. Я думаю, что термин дивидендные аристократы многие из вас слышали, но, судя по комментариям, далеко не все понимают, что это на самом деле такое, потому что многим кажется, что это просто компания, которая платит достаточно высокие дивиденды. На самом деле это не совсем так, вернее, даже совсем не так, потому что для того, чтобы попасть в престижный список дивидендных аристократов, компания должна удовлетворять нескольким важным условиям. Первое – у компании должна быть минимальная рыночная капитализация в 3 миллиарда долларов. Второе – акция должна быть ликвидной, то есть оборот торгов должен быть достаточно высоким. Третий момент – такая компания должна выплачивать дивиденды как минимум на протяжении 25 лет и причем без перерыва. И четвертый, пожалуй, самый сложный момент – компания должна постоянно увеличивать фактический размер дивидендов, ну или, по крайней мере, сохранять его на прежнем уровне. Очень важно, что здесь речь идет не о дивидендной доходности, а об абсолютной величине дивидендов. То есть, условно говоря, если компания в прошлом году выплатила 50 центов на акцию, то в этом году она должна выплатить по крайней мере 50 центов на акцию или выше. Тогда она может оставаться в списке дивидендных аристократов. Дивидендная доходность – это понятие, которое, безусловно, притягивает инвесторов, но это немножко другая история. Я напомню, что дивдоходность – это отношение размера выплаты к цене акции на момент закрытия реестра. То есть, получается, что если котировки компании падают, то по итогу мы получим более высокую дивидендную доходность, а если котировки, наоборот, растут, то дивдоходность снизится. Это, конечно, все важно, но это не отображает вот именно того самого фактора стабильности, который долгосрочному инвестору очень нужен. Зачем компании наращивают дивиденды? Есть такая сигнальная теория, которая предполагает, что менеджмент принимает решение повышать дивиденды, чтобы информировать рынок о том, что ожидается увеличение денежных потоков компании. То есть, смотрите, наш бизнес идет хорошо, и мы готовы выделять деньги на то, чтобы заботиться об интересах своих акционеров. Таким образом, менеджмент как бы выделяет компанию среди сотен и тысяч других и помещает ее в такой привилегированный список. Компании местом в списке дивидендных аристократов очень дорожат. Для того, чтобы было более удобно отслеживать лучшие дивидендные компании, агентство Standard & Poor's в 2005 году запустило так называемый индекс дивидендных аристократов S&P 500, Dividend Aristocrats Index, и на сегодняшний день в индексе 66 компаний. Компании из каких секторов чаще всего относятся к дивидендным аристократам? Ну, сразу скажу, что сюда входят такие вот старые, добрые, достаточно скучные компании, как, скажем, Coca-Cola, Johnson & Johnson, 3M и так далее. При этом нужно понимать, что у этих достаточно скучных бизнесов не будет, скорее всего, какого-то головокружительного роста прибыли на акцию, но зато, скорее всего, и резкого падения выручки у них тоже не будет. Если смотреть на разбивку по секторам, то мы можем увидеть, что самую большую долю в индексе дивидендных аристократов, который составлен S&P, занимают товары первой необходимости, это более 22%, и это промышленные товары 21%. Дальше идут материалы 12,5%, товары вторичной необходимости, ну, то есть, от которых можно отказаться в кризис, это 10,5%, здравоохранение тоже 10,5%, финансы чуть более 10%, и дальше уже совсем небольшую долю занимают недвижимость 4%, коммунальные услуги чуть более 3%, энергетика тоже около того, и совсем маленькую долю занимает IT-сектор и телекомы по 1,5%. И очень интересно, что, по сути, структура индекса дивидендных аристократов очень отличается от структуры индекса широкого рынка S&P 500, потому что мы видим, что в совокупности в индексе дивидендных аристократов почти 45% на сегодняшний день это именно товары первой необходимости и промышленность, тогда как в индексе S&P 500 это всего лишь 20% на оба эти сектора в совокупности приходится. А вот, например, IT, наоборот, в индексе дивидендных аристократов представлено очень слабо, всего лишь 1,5%, тогда как в индексе S&P 500 это все 20%. Очень важный момент, который нужно понимать про аристократов, стабильный рост дивидендов не является синонимом высокой дивидендной доходности. Средняя дивидендность аристократов это 2,5% годовых. При этом, допустим, рекордсмен по выплатам компании Daver Corp, это многопрофильный холдинг, увеличивает дивидендные выплаты на протяжении, только представьте себе, 63 лет. Но при этом текущая доходность компании 2,2%, средняя доходность за 10 лет 2,7%. Coca-Cola, тоже очень яркий представитель дворянского сословия, она выплачивала ежеквартальные дивиденды с 1920 года, а увеличивала дивиденды в каждом из последних 55 лет. А, кстати говоря, если компания наращивает дивиденды больше 50 лет, то это уже не просто аристократ, это так называемый дивидендный король. Таких компаний в Америке всего там, по-моему, меньше 30. Но при этом текущая доходность Coca-Cola 3,6%, а средняя за 10 лет всего лишь 3%. А сейчас расскажу вам про маленькую трагедию техасской компании Helmerich & Payne, тикер HP, но не путать с принтерами. Эта компания занимается бурением нефтяных и газовых скважин, и на протяжении 48 лет она являлась дивидендным аристократом, холила и лелеяла свой статус. Но мы видим, что после кризиса 2014 года компания так и не сумела до конца оправиться, акции не восстановились, финансовое положение компании ухудшилось, и мы видим, что вот за последние 10 лет средняя доходность компании 3,25%, но за последние несколько лет выше, именно из-за падения котировок. Текущая доходность вообще 15%, потому что акции упали, отсечка была 8 мая, если что, вы ее уже пропустили. Что тут важно? Сейчас компания понесла еще один удар, потому что месяц назад она сократила дивиденды. Если раньше на акцию платили 0,71, то сейчас дивы сократили до 0,25. Это очень резкое сокращение. Компания не смогла не то, что продолжить наращивать хотя бы там на 1 цент, а еще и порезала так существенно. Так что вот эта компания называется падшим дивидендным аристократом. И мне кажется, что кейс Helmerich & Payne это хороший пример того, что статус аристократа не означает, что а котировки будут расти и б дивиденды не будут порезаны в случае кризиса. Почему, когда вы покупаете акции аристократов, не стоит делать ставку на какой-то фантастический рост котировок? Потому что котировки растут, как правило, потому что компания недооценена, то есть стоит слишком дешево, и инвесторы понимают, что реальные перспективы намного больше. Инвесторы понимают, что бизнес может быть масштабирован, можно открыть новые рынки, можно запустить какие-то новые продукты, которые выведут компанию на новый уровень. Но компании-аристократы могут позволить себе платить стабильные дивиденды, постоянно их наращивать в той ситуации, когда бизнес уже достаточно зрелый, когда в принципе все уже захвачено, все конкуренты уже повержены, выжили только сильнейшие. Новые продукты запущены, страны все охвачены, в общем развиваться по большей части уже некуда. И на самом деле, самое эффективное, что компания может сделать, это именно направить деньги на выплату дивидендов, чтобы поддерживать капитализацию компании, потому что по большому счету для таких компаний именно хорошие дивидендные выплаты являются поддержкой для котировок акций, потому что это привлекает таких консервативных инвесторов, которые ищут стабильности. А если такие компании будут, например, пытаться направлять деньги на новые проекты, то вполне возможно, что это будет не так эффективно, ну или просто откладывать эти деньги там где-то в кэше. Поэтому они позволяют себе такую роскошь, но как правило, не всегда, но как правило, большого роста котировок от таких компаний ожидать не стоит. А если компания дивидендный аристократ хочет все-таки сделать какой-то рывок, переформатировать свой бизнес, перейти в какую-то новую цивилизацию, то это может привести к тому, что она будет вынуждена брать кредиты на то, чтобы суметь поддержать необходимый уровень дивидендов. Довольно яркий пример это компания AT&T, которая является аристократом с большим стажем, но при этом сейчас она пытается выйти на цифровой рынок. Это сопряжено с определенными затратами, но при этом потерять статус аристократа AT&T ни в коем случае не хочет. Я напомню, что у нас на канале была совсем недавно подробная распаковка бизнеса AT&T. Мы рассказывали о том, как компания зарабатывает деньги, сколько тратит, какие дивиденды выплачивает. Посмотрите, если пропустили, ссылка на эту распаковку и на многие другие будет в первом закрепленном комментарии под этим видео. Как инвестировать в акции дивидендных аристократов? Ну, первый вариант, самый очевидный, покупать индивидуальные акции, то есть выбирать из общего списка те компании, которые устраивают вас по дивидендной доходности, при этом бизнес, которых вам нравится, в который вы верите, который вы готовы держать на длительном горизонте. И желательно, конечно, чтобы у этого бизнеса все-таки были какие-то перспективы дальнейшего расширения. Ну и второй вариант, это покупать ETF на индекс дивидендных аристократов. Здесь есть несколько вариантов, на мой взгляд, самый адекватный и, собственно, самый популярный. Это индекс ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats, немножко перепутало русское и английское произношение. Ну, в общем, тикер у него NOBL, от английского слова noble, благородный. Индекс формируется с 2013 года, расходы за управление составляют 0,35. Второй вариант, это тоже довольно известный ETF. Я не буду произносить название, чтобы вас не путать и язык не ломать, но напишу все названия в описании к этому видео. У него тикер SDY, это ETF, который следует за индексом высокодоходных дивидендных аристократов, так называемый. Туда входит компания из индекса S&P 1500, да, есть и такой, который наращивает дивиденды более 20 лет по сравнению с классическим требованием в 25 лет к аристократам. То есть, это такая более лайтовая и расширенная версия аристократ-ти, такая немножечко размытая, неголубыми кровями. И третий ETF имеет тикер DVY, и он отслеживает индекс Select Dividend Index от Dow Jones. Если сравнивать динамику, допустим, ETF на индекс S&P 500 классический и ETF на дивидендных аристократов, то мы можем увидеть, что по аристократам будет наблюдаться меньшая волатильность, и это понятно. Даже в кризисные времена такие компании так или иначе будут генерировать какой-то денежный поток, и это позволяет им оставаться на плаву и удерживать свою долю рынка, тогда как все остальные бизнесы менее устойчивы, просто борются за выживание. Поэтому и акции падают меньше. Например, вот в 2008 году индекс дивидендных аристократов упал на 22%, тогда как S&P 500 провалился на 38%. Ну, если посмотреть на динамику за последнее время, давайте рассмотрим апрель 2020 года, когда ETF на аристократов, который Noble, отрос на 10,2% по итогам апреля, тогда как SPY, ETF на широкий рынок показал рост на 12,7%. То есть мы видим, что и отскок по широкому рынку был немножечко мощнее, чем по таким традиционным консервативным компаниям. Но если посмотреть, допустим, на динамику сравнительную за последние 10 лет, то мы видим, что и ETF на дивидендные аристократы, и ETF на индекс S&P 500 показали общую годовую доходность в 11%, но при этом волатильность по аристократам все равно пониже. Так что я думаю, что вы можете принимать решение самостоятельно. Я, безусловно, не буду каких-то рекомендаций давать. Нужны вам аристократы в портфеле, не нужны, потому что это, конечно, зависит от того, какой стратегии вы придерживаетесь. Если вам нужен вот прям супер качественный стабильный бизнес, который платит понятные дивиденды, то аристократы это, безусловно, ваш выбор. Можно брать отдельные компании, можно, если у вас там есть статус квал инвестора или готовы другими способами покупать, то можно, соответственно, брать, допустим, Noble, который является хорошо капитализированным ETF, у него высокая стоимость активов. И, в общем-то, это очень такая надежная, понятная и простая история. Ну, либо же, если вас интересует именно нацеленность на рост котировок, то тогда рассматривайте непосредственно акции роста, молодые, можно даже брать акции, которые пока не платят дивидендов. Но вы думаете, что сейчас вы купите эту акцию за хорошую цену, а, скажем, через 20-30 лет вы рассчитываете на то, что капитализация компании существенно вырастет, а потом она еще в какой-то момент и все-таки начнет платить дивиденды, когда бизнес станет более зрелым. Это тоже хорошая ставка, но, конечно, она менее безопасная, потому что не факт, что компания, которую вы выбрали, столько лет проживет и переживет все последующие встряски и кризисы. Друзья, у меня на этом все. Пожалуйста, напишите в комментариях акции, каких дивидендных аристократов вы держите в портфеле, почему, кого, может быть, планируете докупать, а от кого, наоборот, избавляете. Давайте обсуждать. Я читаю все комментарии. Не на все, конечно, успеваю отвечать, но все находится под контролем. Если это видео было вам полезно, то ставьте лайк, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал. Спасибо за то, что поддерживаете. С вами была Акира Юхтенко, команда проекта InvestFuture. До новых встреч на нашем канале в наших следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok